Золотой В рамках конкурса «Мисс Котлас 2015» мы решили провести свой конкурс. В рамках конкурс красивых номеров любой желающий может приобрести понравившийся ему номер в интернет-магазине и сфотографироваться с ним. Это можно сделать в любом из салонов «Теледва» в городе Котлас или Коряжма. После этого выложить в группу ВКонтакте «Мисс Котлас 2015» и, получив лайки, выиграть приз. Вот это номер! Купи красивый номер в интернет-магазине «Теледва». Сделай фото последних четырех цифр. Загрузи картинку ВКонтакте «Мисс Котлас 2015». Собери лайки и получи смартфон в подарок! Все подробности в салонах «Связи Теледва» в Котласе на сайте и в группе ВКонтакте. Получи суперподарок от магазина «Фрэш». Участвуй в конкурсе на лучшее оригинальное фото. Сфотографируйся только 21 марта на фоне баннера «Фрэш» в пае Котласского дворца культуры. Найди страничку магазина ВКонтакте по короткому адресу bk.com.frash85. Ссылку также можно найти в группе «Мисс Котлас» и загрузи снимок на стену. А теперь жди, когда объявят твое имя победитель на конкурсе красоты «Мисс Котлас 2015». 21 марта, начало шоу в 16 часов. Получилась она вот у нас такая вот, просто очаровательная. К телевизионным съемкам прогноза погоды финалиста конкурса красоты визажист Светлана Исаева готовит второй год подряд. Для каждой умело подбирает макияж, учитывая особенность телевидения, скажем так, скрадывать краски. Поэтому мейк-ап делает немного ярче, чем в обычной жизни, но мягче, чем перед выходом на сцену. Они мне доверяют, я стараюсь им угодить. Ну вот мы образы составляем вот такие, какие у нас получаются. Красивые. Вау! Мне все очень понравилось. Этот образ идеально подчеркивает мои черты лица. Большое спасибо. Я Буторина Алина. Мне 16 лет. Моя цель – добиться хороших показателей во всех своих увлечениях. Я занимаюсь баскетболом, волейболом, легкой атлетикой, люблю плавать. Посещаю модельную школу «Олис». Учусь в школе в 10 классе. Я разносторонняя личность, люблю все новое и интересное. Поэтому решила попробовать себя в новом для меня проекте «Мисс Коттласс 2015». Стрелочки мы будем рисовать уже от начала глаза. А это мастер-класс по макияжу от салона «Моншер». Екатерина Пулькина рассказывала об особенностях дневного и вечернего макияжа. Тенденциях нового весенне-летнего сезона. Предлагала пофантазировать на тему использования ярких акцентов в стиле и прическах. Они спрашивали, они были заинтересованы. Вообще девочки умнички, молодцы. Я желаю каждой из них победы. Потому что каждая индивидуальная, каждая хороша по-своему. Каждая есть какая-то своя изюминка. Финал уже завтра, но, как ни странно, волнений никакого нет. Вот эти все недели подготовки, они очень хорошо сказались. За это время я поняла, что я достаточно сильный человек, как морально, так и физически. Потому что от окружающих людей не только положительные слова можно услышать, но также и весь негатив. Меня зовут Настя Васильева. Но я люблю, когда меня называют Анастасия. Мне 16 лет. Я учусь в девятом классе в четвертой школе. Я не люблю, когда на меня кричат и заставляют что-либо делать. Наверное, поэтому я не очень люблю школу. Я не люблю, когда надо оправдываться, когда сильный бед слабого и когда нужно идти куда-то в плохую погоду. Зато я люблю танцевать, слушать красивую музыку и общаться с людьми. Как и у всех, у меня есть лучшие друзья, которых я очень люблю. Друзья – это люди, которые хотят быть с тобой в трудную минуту и которые будут с тобой, когда им хорошо. Конечно, это не все, что я хотела бы о себе рассказать, но зато это самое главное. Конкурс действительно преподнес участницам урок стойкости. Вконтакте девчонок троллили по полной. Так что организаторам шоу пришлось даже на время скрыть комментарии. Конкурс настанет уже завтра. И завтра настанет этот час. Конечно, я очень волнуюсь. Но если бы я не была уверена в своих силах, в самой себе, я бы даже на этот конкурс не смогла пойти. Я Бабикова Виктория. Необычная девушка 17 лет. Учусь в 10 классе школы номер 7. Я люблю играть в волейбол, баскетбол, футбол, вне зависимости от времени года. А также рисовать, танцевать. И этот список может быть очень длинным. Я очень надежный и верный друг. Мои друзья всегда могут на меня положиться. И я приду к ним на помощь в любую минуту. У меня есть особое влечение. Я занимаюсь выставками собак, на которых принимаю участие вместе со своей любимцей. Я надеюсь выиграть конкурс и стать Мисс Котлас 2015. Уберите все вот эти. Это все эти рисовки. Это русский стиль. В этом году впервые за 4-летнюю историю конкурса одевать красавица на финальном шоу будет модельер с международным именем Николай Терюхин. Его коллекциям аплодировали во Франции, Италии, Австрии, Великобритании. В субботу такой шанс будет и у Котлаша. Я привез вам из столицы русского севера, из Архангельска, несколько коллекций, которые будут одеты на участниц конкурса Мисс Котлас. Это коллекция в русском стиле, это коллекция косима серебряного века, это вечернее платье, это купальники. Но я думаю, что все те, кто придут на этот конкурс, они смогут увидеть это и оценить мою работу. Примерка нарядов от кутюр прошла накануне. Маэстро сразу давал девушкам рекомендации, как носить платье и шляпки, как двигаться и держать осанку. Костюмы серебряного века мгновенно окутали красавиц с атмосферой загадочности и таинственности. Но кому-то больше по душе пришлись народные образы. Сразу же начинаешь как-то чувствовать себя по-другому, потому что костюм такой экстравагантный, интересный. И надеюсь, что войду в образ на 100%. Меня зовут Юлия Чебукина, мне 25 лет. Я очень домашний человек и люблю время свое проводить с семьей. Я получаю экономическое образование и работаю финансовым специалистом в салоне красоты «Источник молодости». Очень люблю в свободное время посещать бассейн, спортзал, но не всегда получается. Я очень ценю дружбу, поэтому всегда стараюсь выделить время для своих друзей и подруг. И очень хочу, чтобы они поддержали меня на конкурсе красоты. Я просто обожаю серебряный век, обожаю блока, всю эту эпоху. И я счастлива. Я не ангел и не демон, и совсем не идеал. Ну такая получилась, так Господь меня создал. Чашу пред собой поставил, мудрость, честность положил. Бросил искорку таланта, красотой чуть наградил. Посмотрел на все лукаво, скукота себе сказал. И коробочку с любовью с дальней полочки достал. Так что надо научиться Божий замысел ценить. И себя за все на свете, и за глупости любить. Больше понравилась народная коллекция. Яркие, красные, красивые, пышные. Меня зовут Сокольникова Кристина. Мне 22 года. Когда я в первый раз увидела своего мужа, мурашки на моем теле дали понять мне, что это именно он, мой мужчина. Робкие взгляды, скромные улыбки. Ощущение, что я знаю его всю свою жизнь. Он покорил меня своей улыбкой, своей добротой в глазах. Я считаю, что это безумно романтическая история нашего знакомства, которая до сих пор заставляет нас улыбаться, вспоминая ее. А самое главное, у нас подрастает наш двухлетний малыш, наше счастье, наша радость, наша любовь. Я безумно счастливая мама и жена. В этом году эксклюзивными будут не только платья. Впервые за 4 года корона Мискотлас – авторская вещь. На ее создание у художницы Анны Горбатовской ушло около тысячи искусственных жемчужин. Одна настоящая. Метр золотой тесьмы, кусочек парчи, пластмасса и 15 стеклянных рубинов. В рисунке автор использовала растительные орнаменты и символику северного края. Имитация золотой вышивки, она у нас символизирует наш город, наш район. Это символ трехречий, то есть влияние трехрек, образующие как раз нашу большую северную длину. Птицы – символ девичества. Мы имитировали все-таки именно русскую корону старались сделать. После того, как корона найдет свою обладательницу, на ее внутренней стороне золотой нитью будет вышито имя Мискотлас-2015. После конкурса «Редкий экземпляр» отправится в ретро-библиотеку ДК, где и будет храниться. Надевать корону победительница сможет по мере надобности на официальные и другие городские мероприятия. Возможно, в планах у нас будет даже появиться потом музей корон, потому что впереди Мискотлас-2016, 2017 будут и другие короны, сделанные посредством ковки, другого материала, хрустальная корона появится, очень красивая. Это все в будущем, но сейчас у нас вот такая прекрасная жемчужная корона. Свою королеву красоты зрители выберут уже завтра. Финал конкурса начнется в 16.00. Любопытно, но, видимо, из-за решения организаторов предоставить выбор победительнице в руки тех, кто придет на шоу, в кассе ДК «Ажиотаж». Сегодня, то есть за сутки до бьюти-состязания, осталось всего 50 билетов. Субтитры подогнал «Симон»!